В Анадыре в преддверии Дня Конституции в Музее окружного управления МВД шесть иностранных граждан присягнули на верность нашей стране. А всего на Чукотке российское гражданство уже получили 178 иностранцев. С ними приехало 36 детей, для которых Россия будет новой родиной. Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать его культуру, историю и традиции. Эти слова присяги произносит каждый, кто решил принять гражданство России. Произнося их, человек клянется, что он не просто получает все права, которые предоставляет государство, но и берет на себя часть ответственности за будущее новой родины. В здании Музея окружного управления МВД шесть человек произнесли эти торжественные слова. Пять бывших граждан Украины и одна Белоруссии накануне Дня Конституции получили новые российские паспорта. К долгожданному моменту они шли довольно долго. От момента, как я получила вид на жительство, восемь лет прошло. Так что, ну, долго достаточно я шла к этому, но добилась этого. А что дает вам российская гражданство? У меня юридическое образование. Я в колледже здесь отучилась. У меня есть план выйти из белорусского гражданства и пойти в органы работать. Клятва при вступлении в гражданство – неформальный юридический акт. Это значит, Россия становится частью идентичности человека, частью его личности. Пять лет назад я вышла замуж, переехала в Белгородскую область, так как у меня муж из Белгорода. И буквально полтора года назад мы переехали на Чукотку вместе. До этого как-то вот не решалась, думала. Но здесь я окончательно поняла, что я хочу быть гражданкой Российской Федерации, что мое будущее здесь и будем жить и работать на благо России. Одновременно с заветной книжкой и с двуглавым орлом на обложке каждому вручили по экземпляру обновленной Конституции России. Теперь новоиспеченные россияне всегда смогут уточнить, в полной или мере соблюдаются их права, а также узнать о базовых ценностях нашего общества. Всего в этом году на Чукотке 178 бывших жителей стран Ближнего и Дальнего Зарубежья получили новые российские паспорта. Это существенно больше, чем в прошлые годы, благодаря тому, что в законодательстве страны появились изменения, упрощающие процедуру вступления в гражданство Российской Федерации. Законодательство о получении гражданства меняется на протяжении двух лет, очень активно. В этом году были изменения в 62-й федеральный закон о гражданстве, согласно которому в упрощенном порядке можно подать заявление о приеме в гражданство гражданам Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы. И кроме того, гражданам, проживающим в совместном браке с гражданином Российской Федерации, имеющих общих детей, не нужно теперь соблюдать срок проживания не менее трех лет в браке. Большинство обращающихся в миграционные отделы полиции за российским гражданством – наши бывшие соотечественники, волею судеб ставшие иностранцами после распада Советского Союза. Они культурно близки россиянам, знают язык и имеют хорошее образование. Демографическая ситуация в России довольно сложная, поэтому новые, близкие нам по крови и духу граждане бывших союзных республик нужны для поддержки численности населения и для того, чтобы занять вакантные места в экономике страны. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.